Сейчас у нас идет стабилизация эпидемиологического процесса, но мы, медицина, готовимся и должны быть готовы к подъему заболеваемости, которые, по нашим оценкам, могут быть уже примерно с конца октября текущего года. Заболеваемость коронавирусной инфекцией у лиц, которые раньше не переболели, не вакцинированы. К сожалению, эта волна может быть такой же тяжелой, как и третья волна, потому что это все-таки будет поражать больше людей не вакцинированных. Эффективность вакцинации достаточно высокая, поэтому в этот период мы обсудили, что еще нам нужно сделать для более активного увлечения граждан в процесс вакцинации, особенно пожилых лиц. Сейчас очень много вакцины поступает, разные вакцины поступают. Все они прошли уже сейчас проверку нашу региональную безопасность. Наши ученые вот два дня назад опубликовали материалы уже по эффективности вакцинации именно у нас в крае. И она показывает, что примерно в 3-4 раза количество тяжелых случаев снижается у людей, которые получили вакцинацию, и в 4 раза снижается количество летальных исходов. Это очень важно. Но с коронавирусом мы продолжим жить, и никуда теперь от этого не придется. Пока не будет сформирован и поддерживаться коллективный иммунитет, который должен характеризоваться примерно 80, не меньше 80% населения, должны иметь иммунитет к этой инфекции. И тогда эта инфекция не будет такими большими вспышками и волнами проистекать. Она будет спорадическая. Какие-то сезонные будут подъемы, но не такие большие. И самое главное, они все-таки больше, она приобретет легкие и средние тяжести, и не будет тяжелых и летальных исходов. Мы сейчас, наше направление вот с этим, попрофилактировать именно такие исходы. Потому что, конечно, вопрос переболеть обычной коронавирусной инфекцией в легкой форме не так страшно, но тяжелая форма. И они, конечно, приводят иногда печально последствия. И последствия коронавирусной инфекции тоже не такие простые, поэтому сейчас запущена у нас в крае программа углубленной диспансеризации для граждан, которые переболели коронавирусом. Сегодня мы в поликлинике тоже посмотрели, как она начала работать. Здесь есть все возможности пройти скрининги у граждан, которые принесли коронавирус, посмотреть свои показатели дыхания, посмотреть свои показатели сердечной системы, проверить, если есть какие-то признаки, проверить наличие тромбообразования. Специальный анализ берется, и если есть подозрение о тромбообразовании, уже углубленную диагностику пройти у кардиолога, невролога, либо хирурга. Борис Маркович, не могу не спросить, все-таки коронавирус, он некое, наверное, напряжение эмоциональное вызвал. Как вот не допустить эмоционального выгорания, опять же, у врачей, и все-таки примирить с пациентами, потому что все, наверное, может быть, болевые точки в пандемии, особенно, вот они стали напряженными. Да, по-разному. На первом этапе была небольшая растерянность, страх и так далее, все это мы прошли. Героизм настоящий был, когда люди не понимали еще, что, может быть, сейчас для многих медицинских работников эта работа стала понятной. Она непростая, условия непростые, особенно в ковидных госпиталях, но уже настроены все технологии. Медики, кстати, очень серьезно привиты. У нас большая часть медицинских организаций имеет практически 90-100% сейчас уже иммунитет коллективный среди работников. Вот. Поэтому для них это сейчас стало все понятно. Конечно, напряжение, когда медики работают в период вспышек, заполняются все койки за неделю, и за две мы разворачиваем сразу там по 5000 кой, перепрофилируем, нагрузка на скорую ложится. Это вызывает, ну, законное недовольство, конечно, граждан. И, соответственно, в эти периоды наиболее сложно. И, тем не менее, даже в этих условиях больше все-таки примеров таких, именно, выдержки, спокойствия. Медицина сейчас действительно научилась во многих случаях, когда раньше мы совсем, ну, так скажем, ничего не могли сделать. Сейчас все-таки появились возможности при тяжелых случаях все равно рассчитывать на благоприятные сходы. Я думаю, что вот опять возвращаясь к тому, что мы должны из этой ситуации выйти, потому что инфекция – это непростая ситуация. Такой пандемии никогда не было затяжной и длительной, и мощной. И как раз вот та работа, которая сейчас возможна по вакцинации, она позволит нам перейти на плановые рельсы. Конечно, хочется уже всем спокойно работать, чтобы не страдала плановая помощь, чтобы люди могли перемещаться свободно.